Чтобы оставаться в интернете в безопасности, достаточно следовать нехитрым и с детства всем знакомым правилам. Никогда не доверяйте незнакомцам и сохраняйте бдительность, даже если ничто не предвещает беды. Как вы помните, злоумышленники очень любят рассылать вирусы в виде файлов или ссылок. Будьте аккуратны с тем и с другим. Даже если письмо или сообщение пришло вам от друга, это не значит, что бояться нечего. Может быть, его аккаунт взломали, и он рассылает спам, сам того не ведая. Когда стиль письма кажется вам неестественным или просьба о помощи слишком внезапной, лучше связаться с человеком лично и уточнить, что он вам отправлял, а что нет. Точно так же дело обстоит и с письмами от сайтов или компаний, даже известных. Предположим, вам приходит сообщение от службы поддержки скайпа. Вышла новая версия приложения, доступна она вот по этой ссылке, скорее обновляйтесь. Если что-то в письме выглядит подозрительно, стоит прислушаться к своим опасениям. Зайдите на официальный сайт скайпа напрямую, без перехода по ссылке. Если обновление и впрямь вышло, то его можно будет скачать с главной страницы. Так надежнее и безопаснее. Теперь о личных данных. Их, конечно, могут воровать специальные программы, но иногда они попадают к мошенникам куда более банальными путями. Логин, пароль или номер карточки можно подсмотреть, например, через плечо в кафе или на вокзале. А телефон, адрес или имя домашнего питомца, ответ на контрольный вопрос в почте, узнать из соцсети. Оттуда же злоумышленники могут выведать и ваши интересы и попробовать сыграть на ваших чувствах. Скажем, если вы увлекаетесь сноубордом, отправить вам вредоносную ссылку под видом рекламы нового спортивного магазина. Какой из этого вывод? Не публикуйте в открытом доступе личную информацию и другие данные, которые можно использовать против вас. И старайтесь не вводить важные данные в людном месте. Кстати, остерегаться стоит не только людей, но и открытого Wi-Fi. В кафе, парках, торговых центрах, общественном транспорте он передает данные в незашифрованном виде, так что при желании их можно легко перехватить. Но вот случилось страшное. Вы все-таки попались в ловушку и подцепили вирус. Представим худший вариант. Устройство заблокировано и все файлы уничтожены. На этот случай важно иметь резервные копии всей важной информации. Их можно хранить на другом устройстве, на съемном диске или в облачном сервисе. Тогда они останутся с вами, чтобы не случилось. Хотя лучше, конечно, до такого не доводить. А для этого сохраняйте внимательность и осторожность, и никакие вредоносные программы будут вам не страшны.